Евгения Александровна, Вы молодой человек, я уверен, хороший человек. И вся эта критика, которая у нас есть, Ваш адрес не воспринимайте лично к себе как к человеку. Посмотрите, пожалуйста, вот эти вопросы, которые Вам задают, и Вам сложно на них ответить, я понимаю, чувствую, как человек, насколько Вам тяжело. Они произошли из-за того, что Вы не прошли школу, не имейте того опыта, не побили себе, как говорится, шишки в премарии, в органах публичного управления, в каких-то предприятиях. Вы не готовы к этой работе. И все эти вопросы, которые мы Вам задаем, и претензии мои личные, они направлены не против Вас, а против того человека, который Вас вовлек в это все. того человека, который Вас, извините, использовал как человека, в том, чтобы управлял целой гагузской автономией, к которой работе Вы не готовы. И Вам нужно самый лучший выход для Вас и для всех нас. Просто как человеку уйти в целую должность. Добровольно, открыто. У меня была в жизни такая ситуация, когда я сделал шаг назад. И я уверен, что у Вас этот шанс есть, этот выбор у Вас есть. Я хочу сказать, я не буду искать причины в составе исполнительного комитета, в образовании, в языке или в чем-то еще другом. И я открыто сказал, что исполнительный комитет, я не буду поддерживать по трем причинам. И это политические причины. Первое. Они не могут дистанцироваться от ШОР, к сожалению. И Вы не можете дистанцироваться от ШОР. По разным причинам, но это очевидно. Второе. Вы не сможете вести конструктивный диалог с Кишиневым. К сожалению, у Вас это не получится. И третье. Вы не восстановите доверие внешних партнеров. Поэтому я Вам открыто говорю, что я не буду голосовать за исполнительный комитет. И Вы не обижайтесь как человек. Вы чей-то родитель, Вы чья-то дочь. Мы Вас не хотим обидеть. У нас есть претензии к тому человеку, который хочет использовать Гагаузию в конфронтации с Кишиневым. И, к сожалению, он использует нас и тех порядочных многих людей, которые есть в составе исполнительного комитета. Которых лично я знаю и очень уважаю.